всем привет мои дорогие это видео скорее всего наверное будет для женской аудитории так что запасайтесь попкорном чаем кофе у меня подружка моя выходит в субботу выходит замуж за турка вот и вот как-то ностальджи меня навеяло рассказать вам свою историю как я попала в турцию как я вышла замуж за турка подарили мне путевку в турцию но это был наверное 2002 год я уже честно говоря не помню тогда турция была ну как бы другой планетой мне подарили путевку я еду на самолет в аэропорт и думаю блин за что почему пустыня с верблюдами почему там не в испании да не во францию путевку мне подарить почему турция приехала сюда вы знаете я была приятно удивлена никаких но верблюдо до верблюдо были но никакой пустыни все аккуратно все чисто дороги вообще великолепные меня больше всего поразило отношение турков к иностранцам вот за любой маркет зайдешь они тебе здоровается с тобой улыбается они тебе предлагают чай кофе до такой степени гостеприимный народ меня конечно это покорило я у меня путевка была на две недели вот ходила достопримечательности осматривала и у нас при отеле была дискотека подошел ко мне как-то лысый абрек потому что он действительно лысый и пригласил меня на медленный танец ну я конечно была немножко шокирована пошла потанцевала с ним вот и он хорошо разговаривал на английском на немецком языках ну русский конечно он не знал вот мы как-то начали с ним общаться на следующий день я должна была ехать в седе на экскурсию он горит зачем тебе давай я тебя сам отвезу здесь недалеко от алании поехали мы с ним все здесь ездили потом ездили на катере ну в общем даже никакого флирта вот знаете как друзья тогда вот друг в турции появился у меня разговорились у него он сам родился в стамбуле и всю жизнь прожил в германии только вот недавно вернулся на то время недавно конечно вернулся в турцию и его мама и сестра младшая также и живут в германии обменялись телефонами перед отъездом он мне вот такой вот чемодан несет огромный весь набитый я говорю что это бомба наркотики что он говорит я подарки но я тоже рассказала про свою семью что у меня есть сын что у меня есть мама это горит подарки твоим родственникам твоей семье ну я вообще была покорена конечно очень такой приятный жест я брать не хотела но все равно мне в общем пихнул этот чемодан прилетаю я домой рассказываю маме что я познакомилась ну там хорошим такой приятный мужчина хороший человек все мама сразу боже в рабство отдаст нет у него пять жен в гарем пойдешь я не мама да никто замуж не собирается никто никаких отношений не собирается просто ну познакомилась вот друг ну и начали с ним перезваниваться переписываться в общем где-то через месяц звонок карта украинская я беру телефон алло это звонит он говорит юля я в борисполе если ну типа не затруднительно я бы хотел тебя увидеть я просто в шоке было но пришлось ехать борисполь забирать его ну и конечно знакомить с мамой мама была в шоке когда я позвонила и сказала что вот вдруг мы приехал из турции приготовили стол посидели потом еще мой старший брат пришел женой так все мило хорошо прошло маме он очень сразу понравился у меня мама вот такие задатки какой-то экстрасенша имеет говорит юля он виднопорядочный человек ну в общем все ладно он побыл я его определила в гостиницу где-то неделю потусовали мы и он уехал потом я к нему начала приезжать в общем эти отношения наверное ну вот туда-сюда мотание где-то были полгода через полгода потом нету а я останавливалась только в отеля и когда он ко мне приезжал только в отелях останавливались потом где-то через полгода он мне говорит юля выходи за меня замуж почему взрослые люди мне на то время было я не помню 27 наверное вот он на 15 лет меня старше то есть не дети давай уже распишемся нам вдвоем хорошо у нас есть много общих тем в общем я еще полгода думала потом приехала в турцию у него знакомый в загсе работает мы подали заявление и он чтобы я не соскочила так сказать договорился с ним мы подали заявление через два дня нас расписали ну начали жить поживать добра наживать что я вам скажу первый год это были итальянские страсти во первых разные менталитеты он такой знаете альфа-самец вот как я сказал так и будет извините меня я самостоятельная женщина я всю жизнь как бы работаю я сама себя делаю со мной просто так нельзя разговаривать у нас было битье посуды у нас были скандалы через пять минут мы мирились в общем жизни в не казалось скучной ну и в это время конечно я учила турецкий язык вот тело турецкий язык интенсивно кстати кто хочет выучить я например лично на моей практике я не на какие курсы не ходила я смотрела турецкие мультики или фильмы взяла словарь купила записывала себе там слова и ну буквально через полгода я уже так более-менее смогла общаться на турецком языке ну что-то я немножко стены съехала вот мы в общем поженились и он написал своей маме что я вот женился она иностранка конечно сразу маман приехала я очень переживала ну как она примет меня все все прошло гладко она не успела зайти в квартиру мы пообщались она начала меня целовать бой какая ты хорошая терым перым в общем все горит извините я ну в турции принято на свадьбу дарить либо золото золотые украшения либо деньги ребята я вам ничего не купила но у меня для вас подарок для вас подарок ну не для сына а именно вот для невестки я хочу невестке сделать подарок мы идем к нотариусу на следующий день и она мне под эсмиром там есть такой курортный городок айволык вот она на меня переписывает дом муж в шоке говорит мама я сколько лет просила чтобы ты его на меня переписала ты этого не сделала говорит ну не заслужил вот ну такая приятная женщина современная всю жизнь в германии прожить муж как хотел ну показать что кто глава в семье говорит юля иди сделай нам кофе мы с мамой пойдем покурим на балконе она на него как вызверлась говорит что такое юля сделай кофе быстро поп шуршал на кухню сделал нам кофе а мы с невесткой пошли курить ну мамам там огонь вот ну и можно сказать я живу в счастливом браке уже 15 лет я очень счастлива что изменила в корне свою жизнь ну конечно есть негативный опыт проживая здесь уже больше 15 лет вот да и есть такие пары которые но это в основном вот девчонки знакомятся да и через там месяц замуж выходят это очень большая ошибка я считаю это во первых во вторых конечно нужно смотреть на семью мужчины откуда он родом примут ли его если он с какой с какой-то глубинке да или из деревни то 99 процентов вероятности что семья ее не примет никогда в жизни потому что мы все таки менталитет разный они захотят конечно мусульманку и турчанку это понятное явление реакция человека да точно так же например если бы наша девочка выходила замуж за какого-то там до мусульманина понятно что ее родители бы встрепенули сказали да что ты делаешь одумайся что ты делаешь одумайся вот например как моя мама да есть негативный да есть негативный опыт и его конечно к сожалению очень много есть девчонки которые здесь повыскакивали замуж через месяц знакомства потом в соц сетях пишут боже с ума схожу свекровь приходит своих а есть а еще хуже если отживешь со свекровью это вообще бомба я считаю если ты уже вышла замуж то снимай квартиру там хоть какую-то халупу но живи отдельно от родителей и как можно подальше это однозначно вот и пишут что там свекровь приходит настраивает сына против меня но принципе у нас такое есть но я считаю что это делает глупые недальновидные женщины если ты любишь своего ребенка если ты ему желая счастья то конечно этого не стоит делать потом еще есть вот такие моменты когда девочки тоже вышли замуж на рожали детей потом он загулял там или он начал в общем дело до развода он не отдает детей поэтому выходя замуж за иностранца без разницы турок это итальянец швед финн без разницы всегда нужно все просчитывать взвешивать все за и против привыкнуть человеку посмотреть человека посмотреть его окружение кто он что он что он есть кто его родители это очень важно например мой муж у него и в мыслях не было там не сказать давай там переходи в ислам у нас в квартире стоят иконы и стоит коран стоит библия то есть нормально уживается это две религии как он сказал он золотые слова он говорит бог один без разницы ты христианка ты мусульманка бог он один такой более видите он более современные он там не делает намаз пять лет пять раз в день он может выпить водки он может съесть нашей колбасы то есть он такой развитый человек и довольно таки лояльный мне повезло если вы замужем за иностранцем пишите в комментариях как вы познакомились как вам живется с ним всем пока до новых встреч а а а а а а а а